Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами Людмила и мы готовим на термоникси. Сегодня мы приготовим с вами лазанью из лакса. Я лакс отделила от кожуры, от кожицы, и добавила туда 40 граммов лимонного сока. И это все мы оставим настаиваться, пока мы будем заниматься другими начинками, приготовлением дальше. В чашу термоникса я помещаю 300 грамм сыр Гауда. Он у меня порезан кубиками. Закрываю крышку и измельчаю на седьмой скорости. Высыпаем наш тертый сыр в тарелочку и освобождаем нашу колбу. А дальше мы в колбу добавляем чеснок. Я взяла 6 зубчиков. Опять закрываем крышечкой и измельчаем на шестой скоростью. Измельчился прекрасно. Теперь я добавляю туда наш шпинат. Я добавила килограмм шпината. Чайную ложечку соли. Немножко перчика. И ставлю на пятую скорость. Мы освобождаем нашу колбу от шпината. Тоже в тарелочку. Шпинат мы выложили в тарелочку. А в колбу добавляем 100 грамм масла. Масло тоже сделаю кусочками. В масло добавляю 100 грамм муки. Я в этого поставлю крышечку на место. И взвешу нашу муку. Закрываем крышечкой. И на двоечки перемешиваем. Масло с мукой мы с вами за 2 минутки на 100 градусов при скорости 2 растопили. И теперь в колбу добавляем сметану. Я добавила 300 грамм сметаны. И добавляю фишфонд. Такая жидкость для приготовления рыбы, как бульончик. А дальше добавляем с вами 400 грамм любого белого вина. Теперь в эту массу добавляем измельченный сыр, только 100 грамм. и весь сыр. Одну чайную ложечку соли. Опять немножечко перчика. Немножко муската. Закрываем все крышечкой. И на пятой скорости 2 секундочки перемешиваем. После того как перемешали, мы с вами включаем нажим на двоечку. И ставим это все проварить. Температура 109 минут. Дорогие друзья, наш соус сварился. И вот в этот момент вы можете попробовать его на свой вкус. Соль, перец, что вы хотите еще добавить. Я оставлю как есть. Берем наш соус. И буквально 2 столовые ложечки распределяем форму. Форма большая, вот я 4 сделаю. Вот так. А дальше выкладываем туда для лазаньи. Тесто. Готовые листы. Дальше выкладываем наш шпинат. Примерно 4 часть. И выкладываем на шпинат кусочки нашего лакса. Лакс у меня порезан тоненько. Вот посмотрите. Примерно по пол сантиметра. Вот так это примерно выглядит. Заливаем это соусом. Вот так я залила соусом. И сверху опять ложу наше тесто для лазаньи. Дорогие друзья, у меня получилось 3 слоя таких у нас. Теперь на последний должно быть тесто, плата из теста. И заливаем это все соусом. Оставший соус распределяем равномерно по нашей лазаньи. Высыпаем наш оставшийся сыр. Вот так у нас выглядит наше блюдо. И это все я ставлю в духовку на температуру 200 градусов 50 минут. Духовочка уже разогретая. Дорогие друзья, вот такая вкусняшка у нас с вами получилась. Нам остается только разрезать ее на порционные кусочки и подать к столу. Допустим. Поецать. 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 вот такая вкусняшка у нас с вами получилось я желаю вам хороших рецептов и вдохновения готовить удивляйте своих домашних всякими вкусняшками они будут очень рады от этого будете рады и вы а я не прощаюсь с вами я говорю до свидания до следующего видеоролика пока